Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Продолжая наш цикл, посвященный разным аспектам заболевания COVID-19 и вызывающей его вирусной инфекцией, сегодняшнюю программу мы решили посвятить эволюции коронавируса SARS-CoV-2. И с нами на связи из БТСД штата Мэриленд, один из ведущих эволюционных биологов мира, специалист в области вычислительной биологии, который исследует новый коронавирус с первых дней пандемии, Евгений Кунин, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США. Здравствуйте, Евгений, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, Марина, я рад здесь быть. Да, коронавирусами вы начали заниматься уже три десятилетия назад, сначала как вирусолог, не как в биоинформатике. Нет, 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 совершенно неверно, именно как в биоинформатике. Именно как в биоинформатике, а, я думаю... Именно тогда, слова этого еще не было, но дело-то было. Ага, понятно, то есть уже не мокрая биология была, уже началась... Нет, нет, абсолютно. Понятно, спасибо, что поправили. Вот мы как раз и были первыми, кто стал делать некую биоинформатику на этих самых коронавирусах, которые тогда оказались очень экзотическими. Понятно. Но они, во-первых, самые большие среди вирусов. Нет, только не среди вирусов, среди РНКовых вирусов. Среди РНКовых вирусов. РНКовые, то есть их генетический материал записан в РНК. Это вот их-то и называют РНКовые, потому вирусы. И вот сейчас вы со своими коллегами в БТСД изучаете их с привлечением методов машинного обучения. В частности, именно вам удалось выявить особенности геномных и белковых последовательностей высоко патогенных коронавирусов. То есть особенности, отличающие их от нескопатогенных и вообще не патогенных. Пожалуйста, об этой работе подробнее расскажите. Да, я могу об этом, конечно, рассказать. Несколько слов с немедленным предуведомлением о том, что все это еще, в общем-то, нуждается в экспериментальной проверке. И пока что существует, так сказать, в файлах и на бумаге. Действительно, мы поставили перед собой вопрос о том, есть ли какие-то дополнительные сегменты белков в разных патогенных коронавирусах по сравнению с менее патогенных. Особенно, конечно, интересно было бы обнаружить нечто, что происходит в ходе эволюции этих коронавирусов больше, чем один раз, параллельно, независимо. И, так сказать, не было бы счастья, что называется, до несчастья помогло. Но возможность такая у нас есть, потому что за последние годы было три вспышки существенно патогенных коронавирусов. SARS-CoV-1, MERS, которые, в общем, обошлись малой кровью, и SARS-CoV-2, который не обошелся. Но они, с точки зрения, они, конечно, все, так сказать, в глубоких масштабах эволюции вирусов, в масштабах, так сказать, десятков, сотен миллионов лет, они, конечно, близки между собой. Но если мы построим, так сказать, мы построили и другие, конечно, эволюционное дерево коронавирусов, разных штаммов коронавирусов, которые выделяются из разных животных, из человека, то вирусы эти довольно друг от друга далеки. Они находятся в разных ветках этого дерева. И, соответственно, есть, так сказать, возможность, нет ничего невероятного, в том, что они независимо приобретают изменения, они, может быть, не буквально одни и те же, но похожие изменения, в одних и тех же частях своих белков, своего генома и, соответственно, своих белков. На секундочку, Евгений, я не то чтобы прерываю, я хочу обратить внимание, сделать такую вставку, они все-таки на эволюционном дереве, они там легко размещаются, они не с неба на нас упали. Ох, нет, ну что вы, что вы! Для широкой публики это важно, важно отметить. Ну что вы, что вы, не только, понимаете, тут можно, тут, так сказать, ловерды по этому поводу. Можно ведь сказать, что эти эволюционные деревья можно строить на самые разные глубины, так сказать. И они ни в каком смысле не упали на нас, ни с неба, эти коронавирусы. Мы их можем вставить в дерево, где все решается сравнительно небольшими различиями дерева разных штаммов, и они прекрасно туда встают. Каждый из этих человеческих вирусов свою ветку с родственными ему вирусами летучих мышей. Мы их можем встроить в гораздо более глубокое эволюционное дерево. Всего семейства коронавирусов, там они тоже все находят свое место. И так далее, и так далее, на всю глубину эволюции жизни. Вот такая, так сказать, эволюционная матрешка, она может быть построена. Так что мы знаем их происхождение в достаточно больших деталях и на огромную глубину. Никакого с неба не надо. А искать особенности надо. И, соответственно, мы действительно использовали методы машинного обучения. В данном случае, честно говоря, несколько из пушек по воровьям. Но можно, в принципе, обойти без этого. Но такие подходы дают более надежные результаты. И вот мы, так сказать, тренировали эти программы машинного обучения на белковых последовательных, на тех, имеющихся белковых последовательностях патогенных и непатогенных коронавирусов. И смотрели, где находятся, так сказать, как сказать, похоже, в каких районах этих белков находятся вставки у всех патогенных коронавирусов, в отличие от всех менее патогенных. И кое-что интересное нашли. То есть по последовательности геномной или белковой можно предсказать, в частности, контагиозность. Правильно я понимаю? Ну, знаете, это очень сильно. Это очень сильно. Значит, если бы мы умели вот так вот легко предсказать контагиозность, это было бы, конечно, огромным достижением. Мы пока этого не умеем. Значит, как я говорю, что мы здесь различаем патогенные вирусы от менее патогенных. Патогенные – это сочетание контагиозности и вируленности. Поэтому не так уж прямо, но отличия мы найти можем. Мы нашли несколько из этих отличий, несколько таких отличий. И, скажем, три из этих отличий были интересными, так сказать, многообещающими, с точки зрения понимания механизмов. И одно из них было в белке, так называемом, нуклеокапсида. И они содержат очень… Ну, просто это на самом деле красиво смотреть на это, так сказать. Они содержат такую вставку похожей последовательности в определенном месте, где она у всех этих патогенных независимо возникала, а у ней патогенных нет. И дальше вопрос уже, что это такое, решается экспериментальным исследованием. Но, сравнивая всякие данные, которые имеются в проекте белок, мы, по крайней мере, пришли к предположению, что эти вставки могут играть роль в его локализации в ядрах сраженных клеток. Известно, что он туда… Проникает. И в нем есть соответствующие сигналы. Вот они усиливаются у этих патогенных вирусов. Далее это дело экспериментаторов, уже понимать, что тут происходит. И две другие вставочки, тоже характерные для патогенных вирусов, были уже в более знаменитом белке спайка. Шиповый у нас его называют. С1. Шиповый. Ну, и там и С1, и С2. Значит, шип по-русски, да? Ну, да, ну, здесь принято, у нас как-то прижилось его называть шиповым. Шиповый – это уже совсем странно звучит, но, в общем, да. Да, белок шипа. Короче говоря, в этом самом шиповом белке. Значит, в том числе в домене, там две разные вставки, одна находится, так сказать, на преимуществе между двумя доменами этого белка, повышает, видимо, его гибкость, а другая находится непосредственно в домене, связывающемся с рецептором. И мы думаем, что повышает сосло этого шипового белка и его рецептора. Ну, это, в общем, то, что я могу сказать на эту тему. Дальнейшее требует экспериментальной проверки, которую, будем надеяться, сейчас делать. Вы не хотите подробнее рассказать про эту вставку, которую я поняла так, что речь идет о той самой фуриновой вставке? Нет, нет, неправильно, неправильно. Нет? Это другое. Это другое, хорошо. Не-не-не-не-не-не. Я же сказал, что эти вставки, о которых мы говорим, они характерны для всех патогенных. Фуиновая вставка возникла очень недавно у ближайших предков SARS-CoV-2. А, то есть это мы говорили об общих таких характерных для патогенных. А это ставшая более знаменитой ставка, которая… Она сейчас стала популярной. Ну, даже не сейчас. Сейчас она немножко утратила свою популярность. Люди занялись другими мутациями. А вот в начале пандемии она стала почему-то очень знаменитой. Ну, потому что это что-то необычное, что немедленно увидели в геноме. Ну, сразу на нее все списали, как говорится. В общем, все патогенные. На нее, да, действительно, действительно. Пытались навесить на нее, скажем так. Да. На нее действительно пытались все списать в начале пандемии. Это явно неправильно. А сколько можно на нее списать? И до сих пор непонятно. Но она там действительно есть. И она очень недавняя. У нее там никаких следов. Ее у царского ван и мерс нет. Есть только у царского втул и у самых ближайших родственников из летучих мышей. Ага. То есть откуда она могла взяться? Есть только идеи пока. Но давайте я вас попрошу их озвучить. Да, мы даже пытаемся решить этот вопрос более конкретно. Но вопрос очень трудный. И, возможно, даже, так сказать, по чисто таким статистическим причинам, как я сейчас объясню, не поддающийся точному решению. Значит, прежде всего, что это такое, это самое, в более специфическом, конкретном смысле. Это очень маленькая вставочка. Всего лишь 12 иноплетидов. Четыре аминокислоты. Конечно же, последователь четырех аминокислот, ну, в общем, вещь не уникальная. Ее можно найти много где. Вот, что, однако, интересно. Эта вставочка имеет очень необычный для коронавирусов состав нуклеотидов. Ну, все знают, что в РНК имеется AUGC, да? Так вот, геномы коронавирусов, ну, как вообще геномы большинства вирусов, животных, РНКовых, по крайней мере, богаты AU. А эта вставка, она другая. Она состоит почти исключительно из GNC. Ну, значит, как она может туда попасть? Попадают вставки в, ну, я бы сказал, вообще в геномы, и в частности в РНК-геномы, только двумя путями. А именно, либо путем, что называется, дупликации какой-то, немножко, может быть, это тяжеловато для слушателя, но… Ну, скажем, удвоение, да. Удвоение, да. Правильно, удвоение. Удвоение какого-то кусочка своего же генома, потому что, значит, фермент РНК-полимераза, который занимается репликацией, может делать ошибки. Она может, как это говорится, спотыкаться. И вот, когда она спотыкается, она проезжает еще раз по одному и тому же кусочку, получается удвоение. Удвоение. Пусочек этот, ну, как правило, так сказать, маленький, иногда, может быть, больше. Такого размера он, в принципе, может быть, как вот этот вставок. Но дело в том, что вот этот богатый GC, большое содержание GC, делает такую возможность очень маловероятной. Ну, в общем, мы не видим никаких следов какого-либо удвоения, чего бы то ни было в этой вставке. Второе, так что, ну, исключить этого, я еще раз повторяю, что она такая маленькая, что, к сожалению, так сказать, жесткие выводы тут сделать почти невозможно. Вторая возможность – это то, что называется рекомбинация. Обмен участками генетического материала. Да, правильно. Обмен участками генетического материала. Между вирусами или… Ну, да, и комбинация – это вполне русское слово. Его употребляют. Да, согласна. Вот. Значит, как это делается? Это делается путем, так… По крайней мере, есть много путей, как это делается в ДНК, это сейчас не наша тема. А в РНК это делается путем так называемой смены копий. То есть, это полимераза перепрыгивает на другую молекулу, читает немножко оттуда и потом возвращается. И в результате получается вставочка. Ну, скорее всего, мы так думаем, что такое произошло и здесь. Вопрос тогда, конечно, такой интересный, собственно, откуда? Из какой другой РНК? Скорее всего, не из другого штамма вируса. Опять-таки, потому что они эти богатые, очень эти богатые. А это не то. Скорее всего, из какой-то хозяйской мессенджер РНК. Из какой установить очень трудно. Есть кандидаты, но уверенности иметь очень трудно. Он медленно эволюционирующим считается относительно этот вирус? Да. Относительно? Относительно гриппа, например, да? Не только относительно гриппа, что интересно. Да, безусловно, относительно гриппа. Но не только относительно его, а и относительно других коронавирусов. Ну, в общем-то, ну, все-таки у них, так сказать, скорость эволюции по причинам, которые... Значит, тут есть, так сказать, два рода причин. Одна из причин, которая, так сказать, довольно популярной, по крайней мере, так мне кажется, она заключается в том, что коронавирусы, как мы уже коснулись этого в начале нашего разговора, это самые большие РНК-геномы, и в отличие от всех других известных нам РНК-геномы, они кодируют белки, которые занимаются, так называемым, редактированием в процессе репликации. То есть это означает, что они, эти самые редактирующие ферменты, удаляют неправильно включенные нуклеотиды. Это такая способность есть во всех организмах, так сказать, у которых РНК-генетический материал, у нас с вами, у бактерий, у кого угодно, мы бы, так сказать, без нее не жили. А у РНК-вирусов в большинстве не это не обходится, потому что их геномы очень маленькие. А вот коронавирусы уже не обходятся, они уже достаточно большие. Ну, я, наверное, упрощаю, так сказать, но, в принципе, тенденция вот такая. Вот, и это одна из причин такая общая, которая… То есть он не дает, этот механизм не дает им быстро мутировать по сравнению с… Он снижает, собственно, мутации и в результате понижает темпы эволюции. Темпы эволюции складываются из двух важных компонентов. Один – это мутации, и второй – это отбор. Значит, мутации предоставляют, возникают более или менее случайно, и предоставляют материал для эволюции, для отбора. Или для случайного закрепления. Вот. И скорость эволюции складывается из группы в произведении вот этих двух совмножителей. Скорость мутации и силы отбора. Так вот, у всех коронавирусов, так сказать, один из этих компонентов, один из этих совмножителей уменьшен, скорость мутации. Это снижает темпы эволюции. А дальше уже дело более тонкое. Оно зависит уже не от, так сказать, молекулярной биологии, а от популяционной генетики, от того, как, собственно, вирус живет, как сложилась его история, насколько он быстро распространяется от таких достаточно тонких вещей. И вот, ну, просто де-факто, когда мы сравниваем скорость эволюции разных коронавирусов, этот вирус медленный. Есть идея такая, что он снабжен специальными генами, которые влияют на иммунитет хозяина, подавляя его. Вы видели что-то такое по последовательности? Намеки какие-то на это? Да. Да? И не только даже мы, это не наши публикации, видели, на самом деле, интересные моменты, а именно наличие, так сказать, видоизмененных иммуноглобулиновых доменов в двух белках, которые имеются у этих подогенных коронавирусов и их ближайших родственников. У многих других коронавирусов, кстати, отсутствуют. И, так сказать, опять тут точно неизвестно, но обычно это общий принцип в эволюции вирусов. Вирусы, так сказать, маскируются, в известном смысле, маскируют свои белки под белки хозяина, но маскируют, так сказать, не полностью. Они, как бы, производят испорченные варианты. Эти испорченные варианты блокируют соответствующие системы, ну, как правило, системы защиты иммунитета у хозяев. То есть они, как бы, обманывают иммунную систему в некотором смысле, да? Да, они обманывают иммунную систему в некотором смысле. Вот. И, так сказать, гипотеза, конечно, состоит в том, что нечто подобное делают эти белки коронавирусов. Опять дело за экспериментальной проверкой. Насколько мне известно, все-таки пока она, к сожалению, не сделана. Теперь о вашей публикации я хотела спросить. В недавней своей работе, опубликованной в ноябре буквально в журнале BMC Biology, вы показали четкую положительную корреляцию между продолжительностью инкубационного периода и тяжестью заболевания для широкого спектра патогенных вирусов человека. Расскажите чуть детальнее об этих результатах ваших, а потом я задам в связи с этим вопрос, который меня очень интересует именно в случае нашего коронавируса. Видите ли, значит, в чем дело? Это действительно было там в этой работе такое наблюдение. Оно там, может быть, не совсем главное, но оно там есть. Удивившее меня самого, что действительно, когда мы сравниваем у широкого спектра вирусов, то мы видим, что вирусы с более, так сказать, будем говорить аккуратно, это корреляция, а не причинно-следственная связь. А, понятно. Не очевидно, что это причинно-следственная связь. Совершенно не очевидно. Но корреляция есть. Позитивная положительная между тяжестью заболевания и длительностью инкубационного периода. Важнейшая, так сказать, оговорка. Это совершенно не означает, что в случае одного и того же вируса, допустим, коронавируса, тот, у кого инкубационный период длился 10 дней, будет болеть хуже, чем тот, у кого он длился 6 дней. Это совершенно этого не означает. Но для отдельных вирусов такой корреляции нет. И во всяком случае это не было такого наблюдения. Ну, вы практически ответили на мой подвопрос, потому что меня интересовало тяжесть заболевания, вызываемые этим коронавирусом, на разные у всех людей. А инкубационный период, он достаточно широкие рамки имеет. Там от двух дней до двух недель. Мне было интересно... Двух дней это, наверное, все же слишком. Ну, короткие есть, ну, пять. Считается, средние пять, но бывает до двух недель. Тогда мне было трудно представить, как работать может такая модель, предсказательная модель. В статье постулирую, ну, как бы объявляется о некой предсказательной модели. Ну, предсказательная модель некая там есть. Мы, так сказать, по геномным... Только давайте уточним, о чем она. Мы по, так сказать, особенностям генома, разным особенностям генома, но в частности, там, важным, оказывается, моментом, оказывается число разных генов. Мы только что с вами про них говорили, про эти вспомогательные гены вирусов, которые влияют на иммунитет. И вот число этих генов, оно помогает предсказывать инкубационный период. Мы предсказываем довольно точно. И, в частности, для коронавируса предсказываем где-то все-то среднее продолжительность инкубационного периода, не 5 дней, а где-то ближе к 8. И мы это предсказываем довольно точно. Вы понимаете, значит, когда, так сказать, влезая в какую-то совершенно элементарную статистику, значит, конечно, мы можем говорить, что инкубационный период бывает там от 3 до 14 дней. Но ведь важна не только ширина распределения, но и его форма. И, так сказать, насколько у него тяжелые хвосты, как говорят статистики. И вот подавляющее большинство людей все-таки будут заболевать в пределах там от 6 до 10 дней. Деньше или дольше – это очень мало. В последнее время мы все чаще слышим о новых мутациях. То есть, как бы, может быть, это не эволюция, но изменения в режиме реального времени. Для успешной эволюции какого-либо признака, в частности, контагиозности, нужен селективный фактор. Верно ли утверждение, что сейчас эволюция направлена на повышение скорости распространения вируса, на повышение его контагиозности? Что может быть движущей силой такой эволюции в данный момент? Так видите ли, конечно же, это соображение, что движущейся важнейшим фактором отбора является именно контагиозность. Оно, в общем-то, очевидно. Оно, так сказать… Это всегда, в общем-то, так бывает. Вопрос другой. Достаточно ли, каковы, так сказать, условия для того, чтобы более контагиозные варианты отбирались, могли действительно отбираться, побеждать в конкуренции, противостоять, так сказать, случайным фруктуациям и завоевывать, так сказать, доминирование в популяции этого вируса? Вопрос-то в этом. Конечно же, это мощный селективный фактор трансмиссии распространения вируса. Вот. И в этом смысле режим… Этот вопрос уже достаточно сложный, и он очень сильно зависит от плотности популяции хозяина, то есть, уж, простите, вот, так сказать, это уж слишком сильно навязчиво в зубах дело, но, тем не менее, вот от всяких, так сказать, карантинных мер и всего этого, которые снижают плотность контактов, все это очень сильно зависит. Зависит также от длительности иммунитета. Переболевших или вакцинированных. Или вакцинированных, ну, так сказать, в простейшем модели, так сказать, переболевших. Вот. Ну, в общем-то, зависит вот от этих в основном факторов. Ну, и от тяжести заболевания, конечно, от летальности. И, конечно же, так сказать, эффективные карантинные меры, когда вы действительно снижаете плотность контактов до такой степени, что каждый заболевший там заражает меньше одного человека или чуть больше. Это снижает, это не просто, так сказать, снижает число заболевших. Это снижает скорость эволюции вируса, уменьшает интенсивность селекции, уменьшает интенсивность отбора. Вот на это печальное свойство. Ну, не печальное, во всяком случае, на это свойство. Скорость распространения. Так что вот это, так сказать, вот такое... Ну, сейчас, очевидно, его эволюция идет именно в эту сторону, в этом направлении. Повышение... Эволюция его, как бы, она всегда идет в эту сторону. Понятно. Но вопрос в том, так сказать, с какой скоростью и насколько эффективно и быстро распространяющиеся варианты добиваются доминирования. И второй вопрос, конечно, заключается в том, насколько тут имеется, так сказать, как это сказать по-русски, трейд-офф. Обмен? Торговли? Не обмен, не обмен. Баланс, так сказать. Баланс. Между скоростью распространения и вирулентность. Потому что, в принципе, возможны такие режимы эволюции, когда вирус, так сказать, распространяется быстро, но зато хуже размножается... Хуже убивает, скажем так. ...хозяин. Ну, убивать-то ему не нужно. Вирус никогда не будет селектироваться на летальность как таковую. Ему это абсолютно не нужно. Он может селектироваться на, так сказать, накопление в организме. То есть летальность – это проблема хозяина. Пусть он сам с ней... Летальность – это проблема хозяина. Это, так сказать, побочный эффект. Вирусу это никогда не нужно. Ему в каких-то случаях, может быть, это выгодно. Когда это связано с накоплением очень большого количества вируса в одном организме. Таким образом, что он становится, так сказать, суперраспространенным. Контрасов любит приводить пример с бешенством, когда ему выгодно довести человека до бешенства, чтобы он начал кусать других и распространять вирус. Совершенно верно. Ему выгодно именно довести человека до бешенства, но отнюдь не убить его. Он был сильным и кусачим. Но просто-напросто так не получается. Тут тоже есть некий баланс. Вирус, если бы вирус мог, так сказать, сохранить жизнь хозяина и поддерживать его в кусачем состоянии, это было бы идеально. Вопрос совершенно праздный, Евгений, но просто вот интересно. Есть ли мутантные новые варианты вируса, коронавируса SARS-CoV-2? Вернуть летучий мышам? Будет ли он стабилен в прежнем хозяйском... Останется ли он в прежнем хозяйском организме или он уже оторвался от него? Ну, совершенно праздный вопрос, непрактичный. Нет, нет, вопрос ужасно интересный. Ну, мне интересно. Ну, почему он не... Ну, он может быть, так сказать, ну... Праздный в узком контексте... В узком контексте медицинского канала, скажем так. Вот, вот. Ну, все-таки мы, все-таки, так сказать, понимаете, мы с вами вот разговариваем об эволюции, видимо, потому что это имеет отношение к тому, что важно для медицинского канала. А с другой стороны, если он вернется, он может создать природный резервуар. Это не так уж и праздно, в общем-то, да? Ну, и это тоже, да, понимаете, значит, не знаю ответ, конечно, не знаю. Подозреваю, что, так сказать, очень немного нужно для того, чтобы... Или же он может вот буквально вернуться туда, или же нужно очень немного, и какие-то варианты окажутся на это способны. Значит, конечно, когда он вернется в популяцию, я имею в виду, если когда, гипотетически, гипотетически, да, то опять, так сказать, селективные факторы, факторы отбора изменятся, и там будут отбираться какие-то другие варианты. Так что, вот буквально, так сказать, вот эти варианты вируса, которые мы знаем сейчас, они могут там долго не прожить, вероятно всего, долго не проживут в популяции летучих мышей. Там будет что-то очень похожее, но, так сказать, несколько адаптирован. Последний вопрос, Евгений. Какие для вас главные проблемы, вопросы, связанные с этим вирусом, сейчас, как для информатика, интереснее всего, пока что без ответа. Для эволюционного биолога, вот, Евгения Кунина, есть какие-то вопросы без ответа, и где бы вы хотели копнуть с этим коронавирусом, я имею в виду? Да мы не хотели, не переставим копать, да? Не копая, вот. Ну, значит, есть много интересных вопросов, для меня, в частности. Ну, вопрос такой, который мне представляется очень интересным, он может показаться очень академическим, так сказать, вашим слушателям, хотя тут есть совершенно реальность. Это то, что называется жутким в генетике жутким словом «эпистаз». Слово страшное, греческое, но означает это взаимодействие между разными мутацией. Значит, ну, вот представьте, что у нас есть мутации, так сказать, А и Б, и они сами по себе, и А и Б, ну, они могут быть, так сказать, немножко вредными, или практически нейтральными, в общем, ничего особенного. А вот когда они попадают вместе, получается что-то очень плохое, вплоть до летальности. Это типическая ситуация. Вот мы, так сказать, видим всякие корреляции между разными мутациями в этих вирусах, стараемся понять, так сказать, некую, так сказать, сеть вот этих эпистетических взаимодействий. И, так сказать, у меня занимает вот такая идея, что дарвиновская положительность селекции, положительный отбор, действует не столько на отдельные мутации, сами по себе, сколько вот на группы мутаций, которые отбираются совместно. Вот так-то или не так, это для меня представляется очень интересным. Есть, конечно, и другие вопросы, например, весьма практические, связанные с вакциной. Давайте изучать. Например, вот сейчас, так сказать, конечно, подробно, достаточно часто возникает обсуждение о возникновении мутантов резистентных к вакцине. Вот так вот, мы пытаемся это моделировать с помощью структуры белков и попытаться понять, насколько вероятно, что мутанты резистентные к вакцине будут плохо связываться с рецептором. Или же они могут оказаться резистентными к вакцине, а на связывание с рецептором это никаким негативным образом не повлияет. Это вопрос, на самом деле, довольно серьезный и интересный, чисто с научной точки зрения. Многое нас интересует, потом нас интересует, насколько, так сказать, патогенные эти вирусы, на какой вклад в патогенность этих вирусов вносит собственно структура РНК, все эти там стабильные шпильки, которые там есть, которых в одних частях геново больше, в других меньше. В общем, есть много-много интересных вопросов. Хотя, наверное, то, что меня интересует больше всего, меня интересует больше всего, это эволюция этих РНК-овых вирусов в более широком сравнительном аспекте. Вот, в какой мере вот те режимы эволюции, которые мы сейчас, скажем, способны увидеть в коронавирусах, они похожи и не похожи на те, которые наблюдаются допустим у вирусов других неприлично изученных РНК-овых вирусов, таких как, допустим, вирус гепатита С, вирус лихорадки Денге и так далее, полиомиелита и так далее, и так далее. Их штук 20 вирусов, для которых есть достаточное количество геномов. И мы пытаемся очень широким фронтом это изучать и смотреть, вот как закономерности их эволюции отличаются. Я думаю, что это важно. Несколько более долговременной перспективы. Важно с точки зрения эволюции, это один вопрос, но я думаю, что и в практическом смысле. Практически, да. С точки зрения более долговременной перспективы, так сказать, мы, я надеюсь, что через такие исследования лучше понимать, лучше предсказывать, какие вирусы могут вызывать следующие пандемии, ну и так далее. Спасибо большое, Евгений, за то, что уделили нам время. Надеюсь, что это будет интересно не только мне, но и нашим зрителям. Наш цикл посвященный коронавирусной инфекции продолжится. Я напомню, что на связи с нами из БТСД был эволюционный биолог, вирусолог Евгений Кунин. Всего доброго. Спасибо. Всего наилучшего, Мэйна. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok